Ленин Его образ навсегда вошел в сердце и память миллионов людей на нашей планете. Каждая черта его живого облика драгоценна для современников и потомков. Собранные в этом фильме уникальные кинокадры донесли до наших дней отдельные мгновения жизни Вадимира Ильича. Наступила вторая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. На Красной площади столицы состоялись демонстрация трудящихся и военный парад. Владимир Ильич Ленин был среди народа, отмечающего свой великий праздник. ПЕСНЯ Железная поступь красноармейцев напоминала врагам революции, что сила молодой республики несокрушима, что справедливое дело трудящихся восторжествует. ПЕСНЯ Чем увереннее была поступь молодой республики Советов, тем больше к ней возрастал интерес капиталистического мира. ПЕСНЯ Вот в этом кабинете в Кремле, обстановка которого в неприкосновенности сохранена до сегодняшнего дня, Владимир Ильич принимал государственных и партийных деятелей. Делегатов с фабрики заводов, ученых, девенских ходоков, гостей из РУ. В середине февраля Владимир Ильича посетил корреспондент одной из нью-йоркских газет «Линкольн Эйл». Вместе с ним приехал кинооператор Виктор Кьюбс, который и запечатлел эту встречу. Беседа походила на английском языке в рабочем кабинете Ленина. ПЕСНЯ Затем, следуя настоятельной просьбе оператора, снять Владимира Ильича в домашней обстановке. Беседа продолжалась в маленькой, просто обставленной квартире, которая находилась недалеко от кабинета Ленина. Здесь жили Владимир Ильич, Надежда Константиновна и младшая сестра Ильича, Мария Ильинична. КОНЕЦ В первомайский праздник 1920 года в Москве на площади Свердлова был заложен памятник Карлу Марксу. Ленин, присутствовавший на закладке памятника, подписал памятную доску. Владимир Ильич собственноручно положил первый кирпич в основание будущего памятника. В тот же день на бывшей Пречистинской набережной, ныне Кропоткинской, Ленин присутствовал при закладке памятника освобожденному труду. На этом месте прежде стоял памятник царю, говорил на митинге Владимир Ильич. А теперь мы совершаем здесь закладку памятника освобожденному труду. КОНЕЦ Трудящие со Красного Петрограда встречали дорогих гостей, посланцев мирового пролетариата, делегатов Второго Конгресса Коммунистического Интернационала. Владимир Ильич Ленин приехал в Петроград на открытие Конгресса вместе с московской делегацией. Во дворце Урицкого на первом заседании Второго Конгресса Ленин выступил с докладом о международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала. Идеи, выраженные в Ленинском докладе, дали направление деятельности Коммунистического Интернационала, способствовали сплочению сил пролетариев мира в борьбе за освобождение трудового человечества от рабства и угнетения. В день открытия Конгресса на площади перед Зимним дворцом состоялся многотысячный митинг трудящихся Петрограда. На митинге выступил Владимир Ильич Ленин. Конгресс продолжил свою работу в Москве. Ленин принимал участие в работе Конгресса и председательствовал на втором заседании. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Через год в Москве состоялся третий конгресс Коминтерна. Заседания проходили в Большом Кремлевском дворце. Ленин пришел, когда заседание уже началось. Не желая мешать, Владимир Ильич присел на ступеньки возле трибуны и стал слушать ораторов. Ленин целиком поглощен творческой атмосферой Конгресса. Готов в любую минуту выйти на трибуну, чтобы отстаивать свою точку зрения, опровергнуть ошибочные взгляды и убедить колеблющихся. На третьем конгрессе Ленин выступил с докладом о тактике РКПБ и произнес речи по итальянскому вопросу и в защиту тактики Коминтерна. В этот зимний день в Кремле Владимира Ильича посетил американский экономист Христенсен. Эти кадры были обнаружены недавно. Время оставило на пленке глубокие следы. Но это одна из последних киносъемок, запечатлевших Владимира Ильича. И этим она нам особенно дорога. Ленин. Каждая черта его живого облика драгоценна для современников и потомков. Образ его навсегда сохранится в сердцах людей, в памяти поколений. Таким мы его знали. Таким мы его помним. Таким он будет жить в веках. КОНЕЦ КОНЕЦ